меня зовут сергей вы на канале сложно просто серия ответов на ваш вопрос серия номер 49 вот вопросы которые вы задали поехали так вопрос номер 215 какие паттерны вы используете чаще всего на самом деле я как бы не задумывался какие именно ну не бывает приложения когда я не использую репозиторий юнит ворк когда я не использую solid когда в общем друзья очень сложный вопрос я использую все подряд я как бы не задумываясь но чаще всего конечно архитектурные наверное поведенческие не наверно все используют не знаю может быть какие-то прям не знаю нет мне такой статистике не могу ответить но опять же повторюсь а юнит ворк репозиторий solid который включает себе по 5 вот этих вот принципов в общем не знаю наверно посетитель билдер наверное не знаю мне трудно ответить на вопрос поэтому поехали дальше микросервиса только на http это плохо смотрите друзья на самом деле в определении микросервисной архитектуры нет такого понятия какие именно сервисы на какой платформе на каком языке можно писать на чем угодно как угодно главное чтобы микросервисы выполняли определенную задачу эта задача очень ставится просто там порядка 400 4 прошу обращения упоминаний всего четыре определения которые характеризуют микросервисную архитектуру поэтому нет это неплохо может быть это не совсем эффективно ну в общем тут и в целом и сказать что мир архитектуры и микросервисы и собственно говоря приложение требования бывают разные поэтому нет неплохо единственное что может быть это наверное не очень быстро потому что чтите теперь это request response и на это тратится время если у вас 50 сервисов хотя бы там пять из них последовательно то цепочка запросов увеличивается и это на самом деле наверно может быть какой-то время занять что ли я не знаю наверное ну и как будут накладки до стека вот от распределенности ну не знаю нет наверное неплохо ну я бы не сказал что это хорошо наверняка есть такие задачи и операции которые нужно решать быстро одномоментно так вопрос номер 217 он вообще на самом деле очень длинный звучит начало таким образом есть веб-сервис а которому нужно взять из базы данных большой объем данных с помощью entity framework core и через http post отправить в виде джейсон сервиса б вопрос в комментарии давайте я переключусь на комментарий так дмитрий спрашивает давайте будем отвечать по сказать степенно и так для начала так делай вот так вот мышка давайте вот так будем делать итак у нас есть такой вот вопрос и я буду отвечать по пунктам наверное так будет удобнее так можно реагранизовать такой поток данных с условием того что первое при запросе большого количества данных они не полноцировались полностью в сервисе а здесь ответ нет потому что это вообще это вообще как бы не серьезно давайте так вообще entity framework core предназначен для другого и вот текущий сценарий его использования ну не совсем подходит под концепцию его созданную разработчиками да то есть то для чего он использовался дальше при формировании джейсон и чтить без запроса а и вы данные не лоцируется как один большой объект это тоже невозможно ну понятное дело что есть разные возможности по поводу там на коленке из костылями теоретически я даже припоминая одно из таких решений но ничего хорошего из этого не вышло при чтении поступивших запросов сервисы б тоже больше не привык так но тут тоже на самом деле все очень сложно даже стриминг данных он как бы не дает гарантии что у вас это все будет работать правильно при всех условиях работы сети а мы считаем что сеть она нестабильна и в общем это на самом деле очень плохая идея на мой взгляд я таких решений не видел и в общем то невозможно это превратить в один маленький объект потому что или вы по байтам получаете и потом из этих байт собираете один объект который соответственно в базу пихивать потому что база не умеет брать стрим но всяком случае я я таких вариантов не знаю возможно какие нибудь современные базы данных которые работают там распределенной среде я которые умеют синхронизироваться там foundation дебе не знаю по моему такой опции нет ну и в ралках этого процесса поведения здесь я тоже говорю что ой нет так так я не знаю такой такой возможности в рамках одного процесса вся придерживаются стрим дает совершенно верно ну как и нет при взаимодействии микросервисов но вот стрим и меж процессорного взаимодействия теоретически это можно запустить через очередь и опять же на концах вот это вот трубы очереди должным образом собирать через определенные механизмы да в кучу вот эти вот байты которые вы получите через стрим но это тоже такое не очень популярное решение и честно говоря наверняка будут некоторые проблемы при настройке очередей потому что отправка одного пакета в общем друзья на самом деле это на мой взгляд не совсем корректное и правильное решение поэтому я пока не буду про него ничего говорить потому что я такого не видел и наверное ничем помочь здесь не смогу так ну и насколько я знаю большинство популярных бд и дают данные одним пакетом но это не большинство а насколько я знаю все если по словам миллион это то есть ли способ получения данные небольшими порциями я таких вариантов не знаю а и второй уточняющий вопрос как из одного процесса передать объем большого данного сервиса но не до момента чтобы он аллоцировался лондового сервиса пацана как бы стрим я второй раз говорю что я такого не знаю и тем более не знаю как это сделать допустим при помощи орма ну то есть вообще он немножко для другого придуман и в принципе он для этого не предназначен ну и вот до подтверждает тот факт что я не видел решение но видимо может быть их поэтому и нет что это не совсем корректный способ взаимодействия с микросервисами надо сказать что когда-то давным-давно я делал видео про inti framework и в том числе объяснял как она работает для чего это нужно как эффективно с ним работать и говорил о том что microsoft в частности вообще когда даже не microsoft на форм придумали его придумали для других целей это короткий бизнес операции взял объект обработал обработал граф сохранил и бросил отцепился от sql и все а когда мы придут большие пачки я знаю я в общем-то и сам применял решение когда для бизнес-логики в проекте подняли db context поработали отпустили бросили там вот этот юнит of work и все такое с репозиториями нормально отлично работает но как только начинается работа с большим объемом данных начинаются проблемы да антифрамор умеет достаточно хорошо работать с большим объемом данных и собственно говоря он делает это достаточно быстро но особенности все него фишечки подключать но не надо понимать что он для этого не предназначен и я помню что мы делали отдельные стори процедуры которые также дергались через этики фреймворк там через специальные ровно так называемые механизмы но в любом случае опять же этот антифреймворк он просто коннекшен отдает а дальше уже как бы стори процедуры дергается и мы делали это для синхронизации в общем-то не раз я прокатывала на ура потому что объемы большие отрабатывали быстро но при помощи вторых процедур есть еще возможность синхронизации на низком уровне то есть когда из кейс сервер санта через скейс сервер брокер какой-нибудь там синхронизирует данные но тут как бы уходит в сторону ваша бизнес-логика то есть если синхронизировать данные это одно а другое дело если какие-то миграции делать там через бизнес-логику их нужно пропускать она на уровне выше то есть все шарты тут тоже как бы нюансы еще раз я не видел таких реализаций более того считаю что это не совсем правильно использовать подобного рода синхронизацию вот через микро сервисы потому что издержки и в ряд того что может появиться какие-то так скажем ошибки до привод реализация он очень велик поэтому я бы вот вам не рекомендовал бы так делать если честно ну и давайте придем 218 вопрос как использовать таск когда использовать таск когда были таск почему вы ли там должна рвется только один раз но я не буду вдаваться в подробности мы же говорим о сложном просто давайте я вам скажу просто во первых возникает вопрос когда использовать его или таск а когда использовать таск я четко убедился в том что всегда использовать вы или таск а когда его невозможно использовать нет вру всегда использовать просто таск а вот когда его невозможно использовать или нужна какая-то очень серьезно оптимизация тогда нужно использовать вы или таск еще таск всегда были таск ну прям если совсем нельзя никак. Его когда-то придумали для того, чтобы оптимизировать запросы, в смысле оптимизировать работу, перформанс, исполняемость увеличить и он value обозначает, что он не кладется в кучу и с этим связаны некоторые нюансы и издержки в том числе. Давайте я на примере покажу. Смотрите, допустим вы на машине приехали в автомастерскую и вам сделали какой-то ремонт и вот вам дают бумажку, на которой написано, что было проделано, то есть какие операции, что там, сколько, все такое. А теперь представьте, что вот это вот как бы прилетел к вам тот самый value task, то есть результатом был отчет о ремонте и вы получили через value task. Вот если вы дергаете через task, это один вариант, а через value task, представьте, что вы приехали там через 20 минут, через час или через 20 дней и просите отдайте мне отчет о том ремонте. Надо понимать, что тот мастер, который делал это, во-первых, ну да, бумажку, безусловно, вам могут дать, но в концепции все-таки программирования вряд ли это получится, потому что все, что связано с издержками при таске, при поддержании вот этой вот синхронности в таске, value task, это сразу же уничтожает, убивается и поэтому никакого бэкграунда за спиной или таска нет. Поэтому дергать второй раз, безусловно, вы можете взять, но это не рекомендуется, это нельзя, потому что вы, ну, то есть смотрите, в общем опять, если возвращаться к автомастерской, да, то есть я не помню, что я вам там говорил там неделю, там минуту или там 20 дней назад, поэтому давайте я еще раз сделаю отчет или там, ну, он даже, наверное, не о ремонте правильно будет сказать, а, наверное, правильно будет сказать о диагностике. Да, приехали, делали диагностику, его мастер говорит, вот, вот это, вот это, вот это я посмотрел, а когда вы приезжаете через 20 дней, дайте мне отчет о диагностике, вы можете это сделать заново, то есть выполнить его заново и все вот эти издержки, которые связаны с обеспечением вот этой вот синхронности заново продергать, но один и тот же value task не сможете получить, потому что, во-первых, ничего не сохраняется, во-вторых, это, в общем, на самом деле не рекомендуется, там есть некоторые нюансы реализации, вылета Source, посмотрите, если интересно, там есть некоторые варианты, конечно, можно извратиться, но я не рекомендовал, это путь в никуда, его придумали не для этого, поэтому мы не будем про него больше говорить. Вопрос 219. Приходилось ли вам сталкиваться со связкой в ГАПМН движков, например, Камунда и США? Ну, давайте тоже на чистоту, вот прям конкретно, Камунду я изучал, смотрел, на самом деле Камунда это набор приложений, которые, в общем-то, там где-то что-то платное, где-то бесплатное, и как только начинаешь там куда-то в дебри уходить, за все это нужно платить. Камунда это что-то такое, которое позволяет вот при помощи таких вот диаграмм, схем, рисовать бизнес-процессы, ну и, в общем, да, отслеживать их, отлаживать и все такое. Я скажу честно, у меня жена есть, и она как раз занимается вот PMN, ну, только на базе ELMA, и ELMA фреймворка, соответственно, и общее подобие там тоже есть, и надо сказать, что ELMA, даже C-Sharp, новой версии уже на TypeScript, в общем, достаточно непростая реализация на C-Sharp, и поэтому, вот, наверное, можно определить такую тенденцию, что вот, в том числе и C-Sharp уходит на TypeScript. Не знаю, с чем это связано, если честно, но, тем не менее, опять же, вернуться к вопросу. Да, мне приходилось сталкиваться, но не в реальных проектах, а просто я из-за интереса смотрел. Я скажу, что нельзя половину приложения сделать на обычном движке, да, когда там у вас API и все такое, а половина на этом, это очень сложно в том смысле, что у вас либо нет входа в процесс, либо выхода из процесса нет, либо вы не можете связать. Для того, чтобы обеспечить вот этот функционал, ну, это нужно либо на микросервисы разбивать, и чтобы каждый микросервис делал свой функционал на базе коммунда, вот, например, на базе вот этого вот BPMN, то есть BPM, да, но N это Notation, это как бы, ну, BPM, короче. Вот, поэтому я бы рекомендовал смотреть в сторону однообразности. Это, во-первых, упростит вхождение новых людей в проект, потому что кто-то либо знает, либо нет, и потому что взять, знать все невозможно, опять же, повторюсь, как я и говорил ранее. Интересная штука, ну, я слышу иногда нелицеприятные отзывы от некоторых разработчиков, которые вот используют подобный подход, потому что как что-либо более-менее простое, это делается достаточно легко и просто, а более сложные механизмы, ну, либо там с костылями, либо за деньги, ну, либо вообще невозможно, потому что там что-то где-то как-то не реализовано. В общем, для того, чтобы приступить на вот эту вот BPM-движки использовать, ну, надо тщательно изучить их на рынке представленные экземпляры, чтобы потом не оказаться, ну, скажем так, в беде. Так, вопрос 220. Как лучше создавать клиентов для REST API, используя их библиотеку Refit или автогенерацию в США? Смотрите, библиотеку Refit, нет, я не использовал, когда-то давным-давно я на нее натыкался, и в определенный момент времени я понял, что мне не нравится генерировать, я люблю писать сам. Более того, я не просто люблю писать сам API, я люблю писать фреймворки для того, чтобы генерировались эти самые API. И если вот говорить про то, что из себя представляет библиотека Refit, достаточно мощная, серьезная библиотека, она поддерживается в версии, там, по-моему, с 2013 года, насколько я помню, сейчас вот седьмая, восьмая готовится, она может очень много для разных платформ, но, во-первых, я пишу только на одной платформе, на одном языке, зачем мне использовать другие, во-вторых, объять необъятное, то есть делать одинаково правильную или одинаково эффективную генерацию для всех платформ на всех языках, это достаточно сложная задача, если вообще реализуемая, ну и, в-третьих, наверное, нужно говорить о том, что то, что генерирует Refit, ну, не составляет труда написать вручную, более того, современные способы разработки, в том числе автогенерация, позволяют не использовать этот самый Refit. Я не буду вас отговаривать его использовать, это, на самом деле, иногда очень помогает, в том смысле, если вам нужно реализовать какой-то быстрый функционал, для которого сделать клиенту, сделать API, а потом для него сделать клиента, отдать разработчику, он почему нет. А вот более серьезный подход, более детализированный, ну, не знаю, во-первых, мне нравится писать код, я люблю это делать, во-вторых, я люблю писать это правильно, чтобы это мне было мучительно больно записаться на прожитое, поэтому, нет, я не использовал, и, наверное, не буду использовать. А вот если говорить про автогенерацию в C-Sharp, да, сорс-генераторы, они появились там с определенной версией языка, и это для меня пока не то, чтобы прям совсем известно, и я знаю, что эта штука есть, я знаю, что она очень полезна, я пару-тройку применял в некоторых моментах автогенерацию, ну, они были, ну так, в зачаточном состоянии, более того, с выхода новой версии они стали бесполезны, эти генераторы, поэтому, все, что есть в языке C-Sharp, ну, наверное, это удобно. Единственное, что сейчас есть такое понятие интерцепторы, появились они такой в бета-версии, то есть, как бы, интересная штука, вот, на, если интересно, посмотрите, почитайте, она помогает избавиться от моков, ну, то есть, от мокинга вообще, в принципе, потому что вот эти вот интерцепторы перехватывают, ну, ладно, неважно, это уже совсем про другое. Так, еще раз, как лучше создавать? Для меня лучше создавать руками, потому что я знаю, что я пишу, как я пишу, и клиенты бывают разные, в зависимости от того, на какой платформе клиент, этот API может быть разным. Да, рефит вам поможет, он сделает это достаточно быстро, ну, и достаточно качественно, врать не буду, это действительно так, но при малейшем изменении или поддержании вам придется перегенерировать. Я столкнулся с тем, что какие-то функции отвалились, какие-то появились, не дообновилась документация, и вот в этом были проблемы. Если одноразово сгенерировать, отдать, да, почему нет? А если на постоянку, то тут сложный вариант, тут все на вашей совести. Так, вопросы на сегодня закончились. Я вас благодарю за внимание, вам большое спасибо, подписывайтесь на канал, вам всего доброго, и пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!